Не знаю, где ты нашла в себе сила. Сила нам дает поражение, а вовсе не успех. Мне придавалось силы то, что я всегда плыла против течения. Что это на тебе такое? Ну-ка, встань. Так, встань туда. О, боже. Что это на тебе надето, Адет? Как тебе могло прийти в голову надеть такое? Я сегодня еду на коктейль. А что, тебе не нравится? Это ужасно. Просто ужасно. Возможно, сегодня вечером ты встретишь свою судьбу, поэтому ты должна выглядеть как можно лучше. Повернись. Ты даже двигаться не можешь под этими доспехами. Современные дизайнеры забывают, что под платьями находятся женщины из плоти и крови. Что можно сделать, чтобы исправить этот кошмар? Так идти нельзя. Мы кое-что изменим. Надо быть уникальной, не такой, как все. Итак. Прекрасно. А теперь уберем и эту юбку тоже. Я создавала свой стиль в соответствии со своими потребностями. Но я опоздаю на коктейль. Ты пойдешь, когда будешь одета в стиле, достойном моей племянницы. Да, мадам. Пожалуйста, снимите эту штору. Дневную, белую, прозрачную. Снимите ее. Итак. Форму платья должно определять тело женщины, а не наоборот. Особенно, если оно прекрасно, как твое. Поэзия моды в том, чтобы создавать иллюзию. Лишней может быть только одежда, но не элегантность. Итак. Ты хочешь использовать занавеску? Да, но главное не ткань. Главная идея. Вот. Украшать. Это наука. Красота. Это оружие. Быть модной значит быть куколкой днем и бабочкой ночью. Есть платье, чтобы ходить, а есть платье, чтобы летать. Надень это, пожалуйста. Бабочка не ходит на рынок, а куколка не ходит на праздник. Великолепно. А ты что скажешь? Это? Это Шанель. Еще. У женщины, которая не умеет пользоваться духами, нет будущего. Все. Иди. Это была твоя идея, чтобы она пришла в платье одного из моих врагов? Ку-ку, как ты могла подумать такое? Это была отличная мысль. Они ошибаются. Я не утратила чутье. Я готова доказать это всем.